Ну, недаром, недаром я упомянул Сергея Тетюхина, пытаясь сравнением с ним сказать комплимент Красильникову из-за игры в защите. Так и вспоминается олимпийский финал и один из спасенных Сергеем Тетюхиным мячей. До сих пор он остается в памяти. Думаю, что те, кто интересуется волейболом, поняли, о чем я говорю. Ну, а нам представляют Илья Лешуков. Первый номер у него будет сегодня. Константин Семенов. У финалиста Олимпийских игр. Но дуэт, этот дуэт я еще так подробно не успел представить. Хотя уже говорил, что Семенову 31 год. Он родился на территории еще бывшего Советского Союза в Киргизии. Ну, Али Лешуков из Екатеринбурга. А вот и лучший российский дуэт. Вячеслав Красильников. То есть, самый что ни на есть возраст для волейбола вообще и пляжного в частности. Ну, Астайновский гораздо моложе. Ему 23 года. 22 было, когда он выиграл чемпионат мира. Я именно это имел в виду. В красном у нас с вами футбольный, волейбольный, конечно, клуб «Факел» из Нового Уренгоя. Ну, а... Ну, что, друзья, это финал. Парень, дорогой, золотой, 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 золотой. А в синем будут играть Семенов и Лешуков. Битва! Крульеву Васильникова! Они представляют, равно как и многие другие участники решающей стадии российского чемпионата, волейбольный клуб «Подмосковье». Так что в «Подмосковье» вводятся не только лещи, ягоды и грибы, но и множество центров развития волейбола вообще и пляжного в частности. Пока же счет 1-1. Лешуков на подаче. Красильников пытался гадать. Равно как и его визави Семенов. Он сначала дернулся, ведь Семенов вправо, потом выкинул руку, рассчитывая обмануть Вячеслава. Много интересного на самом финале ожидает, как мне представляется. Лешуков сбрасывает непосредственно за голову Семеновскому. Нам чуть-чуть неточный удар, и Красильников, разумеется, его достанет. Об этом приходится постоянно думать, и на точность это тоже влияет. Ну, как ребята сами и говорили, в международной арене преимущество по личным встречам у Семенова с Лешаковым. А вот в России удача способствует больше Стояновскому и Красильникову. Семеновскому и Красильникову. Семеновскому и Красильникову. Семеновскому и Красильникову. Просто ладонь подставила, и мяч буквально съехал так с нее. Да, тут каждая ошибка будет на вес золота, как в прямом, так и в переносном смысле. Еще один повтор, но не стал Стояновский ждать. Вернее, не стал делать передачу, решил атаковать сам. Благо, блока перед ним никакого не было. Ам Семенов уже на последней стадии этой атаки понял, что сейчас будет происходить. Но рук выбросить, вынести не успел уже. 4-3. Сибирь впереди. Стояновский попадает в сетку с подачи, счет равный Семенов. Кстати, от подачи тоже очень многое будет зависеть. Вау, тебе мяч. Прикасания не было. Ну вот он, по-моему, первый брейк. Да может, кстати, хорошо, что руки успел развести Семенов. В ответ аут, счет снова равный. Ну понятно, что здесь из подачи придется рисковать. А там буквально сантиметров 10-15 и уже был бейс. Стояновский, первый блок. Семенов он закрыл. И факел набирает два очка подряд. Приинтереснейшая будет дуэль Семенов-Стояновский. Да, это был не очень удобный для Константина Семенова пас. И он чуть-чуть дернулся вперед. И потом ему пришлось так, вы знаете, даже с прогибом атаковать чуть-чуть назад. Не попал в площадку. 7-5. Семенов обыгрывает Стояновского. Ну, как видите, в большинстве случаев Красильников и Стояновский выбирают адресатом для подачи именно Семенова. То есть не Лешукова, которому, возможно, было бы сложнее играть против Стояновского, а близкого по габаритам. Мяч Ваути, кстати говоря, не попадает Красильников. Счет равный снова. Ну, а Лешуков с Семеновым выбирают все-таки Красильникова. Если в полуфинале Красильников вообще идеально выглядел, то здесь все-таки пара ошибок у него уже есть. Но и уровень матча, разумеется, близок к элите. Да и не близок, собственно, это и есть элита мирового пляжного волейбола. Стояновский на силу подавал, попал в сетку. Ну, вот в этом розыгрыше становится понятным, почему играют все-таки Красильникова. Там хоть какие-то шансы есть. А здесь высоченный прыжок Стояновского и даже не споря на присутствие Семенова, который тоже немаленький, прямо скажем. И тот же блок, второй блок за партию. Снова вперед вырывается факел. 10-8. Ну, в эту стену стучаться надо с очень большим умом, конечно. Искать какие-то пути, отыгрываться от блока, наверное, или скидывать. Потому что так впрямую в лоб атаковать, наверное, неправильно. Ну, не мне давать советы мастерам. Тем более, что они в этой игре понимают гораздо лучше меня. Сейчас пытался как раз Лешуков перебросить. О, видите, сменили слегка направление. Подач Красильников и Стояновский уже плюс 3. Лешукову действительно очень сложно. И в него подавал и Красильников сейчас. Если бы не попал в сетку, очередную атаку в исполнении Лешукова мы бы с вами увидели. Атака 1-9. Очередная смена сторон и технический тайм-аут. Ну, и можно резюмировать, что в начале партии очень мячей подряд. И до этого тоже, которую, правда, удалось несколько разбавить своим брейковым мячом Семенова с Лешаковым. Константин не очень довольным выглядит. Может быть, даже чуть-чуть раздраженным. Хотя это может не и казаться. Ну, чувствует, что в такой момент, когда можно упустить партию. Близок был к тому, чтобы поднять на задней линии мяч Вячеслав Красильников. Но, заметьте, сейчас сыграли, подали, вернее, опять в Константина Семенова. А здесь все без изменений. Принимает и атакует Красильников. Семенов ошибся на сетке. И счет остается, вернее, разница в счете остается прежней. 13-10 плюс 3. И опять Семенова. Лешаков вынужден был скидывать. Ну, а здесь, конечно, ситуация козырная для Красильникова. Он, как я уже говорил, площадку видит идеально. Куда хочешь, туда и бей. Или куда видишь, туда и бей. А видит Вячеслав все. Плюс 4. Еще один брейковый мяч. Факела. И на подаче Вячеслав Красильников. А вот на этот раз Лешукова подает. Вернее, подает он как бы между оппонентами. Ну, и здесь очередной, очень тонкий розыгрыш исполнения Вячеслава Красильникова. Плюс 5. Начнем с того, что Стояновский на блоке был хорош. Хотя там мяч мог и в трос попасть. Но в любом случае устрашил соперника. Тайм-аут заберут Семенов и Лешуков. Давай, Дима, давай, давай. На стационарном ходе. Сбитый прием. Ставят стационарный ход. Я с глубиной паснул. Ты конечно не ездишь. Да, на слайде стоит. Все, все, все. Он выходит, Костян. Он выходит. Он выходит 6. Посмотри, что он стоял. Это 6-то говорит, это ход. Вот, он накатил. Уходим, просто в 6-й зоне. Пара слов от тренера. Ну, кроме словосочетания сбитый прием, я, честно говоря, особо ничего не слышал. А в приеме действительно сейчас проблемы есть у Подмосковья. На этот раз Семеновый. Очень здорово, кстати, впадал. В площадке мяч. Красильников без блока загружает. Так что любо-дорого. Но началось все с того самого сбитого приема. Ну, для начала едва ли не сверху принял нападающий удар Семенова. Красильников. Плюс 6. Отличный удар Лешукова. Ну, тут немного не повезло, как Красильников, поднимая этот мяч, перебросил его на сторону соперников. Если бы удалось оставить на своей половине, можно было бы еще один мяч взять. Не попал в площадку. Тем более Лешуков ждал удара именно в этом направлении. Он же и подает. Лешуков достает. А здесь Красильников успевает. Семенова тонкости не хватило. Лешуков блестящий в защите. Какой розыгрыш. Не будет мощной атаки. И уже, видимо, на усталости Лешуков отправляет мяч за пределы площадки. 17-12. Браво! И тем и другим за этот потрясающий розыгрыш, когда мяч несколько раз переходил с одной стороны на другую. И все четверо показывали высочайший уровень мастерства. Акробатические пируэты. Отличные удары. Тактическую грамотность. Ошибается Константин Семенов. И может быть как раз вот об этой усталости я говорил. Длиннейший розыгрыш, когда нет хотя бы секундной передышки. И вот тот самый очередной уже по счету там пятый, шестой какой прыжок. Прикрыл ему ходовое направление Стояновский. Разворачивал кисть Семенов, чтобы в другую сторону направить мяч. И попал в сетку. Лешоков. Показывает Красильнику, что он многого стоит в этой игре. Но всего три очка осталось набрать Стояновскому и Красильникову для того, чтобы выиграть эту первую финальную партию. Семенов, надо рисковать, наверное, да? Кстати, подал он Стояновского. Ну и в данном случае у Красильникова задача как можно выше поднять мяч, чтобы эту пушку зарядить, которая потом приносит разрушительный вред команде соперника. 19-13, плюс 6. Лешуков. Тонкость понимания и видение площадки демонстрирует Илья. Но, может быть, как раз из-за этого и подают в Семенова довольно часто, потому что Лешуков очень тонко сегодня играет. Как и Вячеслав Красильников. 20-14, 6 сетболов у волейбольного клуба «Факел» «Новый Уренгой» или конкретно у Вячеслава Красильникова Олега Стояновского. А вот и так Лешуков умеет. И умеет здорово. Мощный удар в линию. Почти, как говорят классики, в 3 метра. Но тут площадка несколько иная. Других размеров. Тем не менее, кстати, когда рассуждают о зонах, все равно ту самую классическую терминологию применяют и тренеры, и игроки. Там шестая, первая и так далее. Ну вот, собственно, и все. Стояновский заканчивает партию очередным мощнейшим трамбующим песок ударом 21-15. Первая партия финала заканчивается в пользу действующих чемпионов России, которые, разумеется, свой титул хотят сохранить. Ну, как вы понимаете, на трибунах аншлаг, хотя не все места заняты, но желающих попасть на финал Сочи хоть отбавляет. Тем более, что высочайший в уровне пляжный волейбол сегодня показывают все участники решающей стадии пари-мач финала чемпионата России 2020 года. Просто билеты продаются не на все места из соображений противо-коронавирусной безопасности. А так, я вас уверяю, это фантастическое зрелище. Если вы не были ни разу на волейболе, что классическом, что пляжном, рекомендую вам хотя бы раз посетить соревнования по этим видам спорта. Потому что это совершенно потрясающие атлеты, мощные парни, красивые девушки. и когда ты видишь это воочию, это поражает воображение. Ну а вторая партия начинается с подачи Вячеслава Красильникова. И тут же он блистателен в защите, и тут же он сбрасывает, но там Семенов. Невероятные чудеса акробатики. И тут же на блоке он хорош. Вот я, честно говоря, не понял, с какой стороны упал мяч. арбитр полагает, что очко зарабатывает факел. Ну понятно, здесь он достает. А, блок-аут просто вот всего-то на все. Лешуков. Коротенькая скидочка. Ну имитировал, конечно, сильный удар. Красильников понял уже на последней финальной стадии прыжка, что будет дальше. Рванул, но было слишком поздно. Грамотно очень чередует нападающие удары со скидками Вячеслав Красильников. Вроде бы прямо в Лешукова, но настолько мощный выстрел, что там удалось, вроде бы удалось поднять мяч, но не придать ему нужную траекторию. Переходящий. Фантастика! А и здесь удается спасти. Нет! Лешуков последним ударом все-таки отправляет мяч в сетку. Ну, конечно, за такие розыгрыши надо два очка давать. Прыполнение устрема, цены! Это экстра-класс, мировой уровень. И, конечно, буквально овации в адрес всех участников эпизода. Семенова там хвалит индивидуально и уже на вот тех эмоциях, которые только что были выплеснуты, попадает. А может быть, наоборот, от переполняющих эмоций Стояновский попадает в аут. Отвечает тем же самым Лешуков. Небольшое, минимальное преимущество факела, но в концовке дается право на сетбол на подачи соперника. Или матч-бол в данном случае. Успевает Стояновский, но у него ручищи длиннющие эту скидку забрать, потому что он уже имеет ее в виду. И два раза повторять один и тот же анекдот уже не смешно. То, что Стояновский знал, что Лешуков такой удар исполнить может, и он его уже применял в этом матче, буквально даже в этом сете. И поэтому руку буквально оставил, а поскольку там размах как у легкого самолета, то и успел зацепить. 5-2 плюс 3 в пользу Стояновского и Красильникова. Ну вот на этот раз не очень сильный, но грамотный удар по блоку ровно такой, чтобы не успел Красильников добраться до мяча. А здесь вы обратите внимание на выражение лица Лешукова. Очень боялся он за исход этого удара, потому что там отпускать соперников на 4 очка это не самый лучший вариант. А вот и Семенов. Два блока в первой партии Стояновского на забор Константина Семенова. Очень грамотно сбросил руки влево от себя и как раз туда и наносил удар Вячеслав Красильников. Ситуацию удалось подровнять Подмосковью. Но некоторые наверное психологического толка преимущества все-таки есть у действующих чемпионов России. Обманул Красильникова Лешуков. А по-моему кстати мяч ваут летел. Мне так показалось но не показалось Красильникову. Он решил его сыграть. Лешуков зарабатывает шестое очко просто подставляя руки. Ну или не знаю может быть замысел его был таков или это случай помог. 6-6 но вот придется все снова начинать. Плюс 4 было в пользу Стояновского и Красильникова. Нет здесь Красильников здесь Красильников караулит ситуацию. Несколько авантюрно может быть решил сыграть Семенов но ему в этой партии по крайней мере не так часто удается на сетке играть кроме блока. И пустился он вот в этот непростой поход который впрочем мог принести удачу команде. А так 7-6 факел впереди. Попал. все затаили дыхание ожидая решения арбитра где-то мяч опустился за или в линию. Семенов нет мяч в тросе был скорее всего или нет или в сетку попал Семенов он возмущен до крайности давайте смотреть что тут произошло так ну вот по-моему колеблется арбитра между касанием сетки у Семенова и касанием троса у мяча пущенного Красильникова решили арбитры переиграть этот мяч ну наверное справедливо хотя мне показалось что действительно там касание блока не было наверное участникам конкретного эпизода это доподлинно известно а вот по повтору такой вывод я делаю но тем не менее наверное справедливо и те и другие остались довольны блестяще играют в защите те и другие ошибается ошибается Красильников в полуфинале и тени не было подобных случаев вот ключевой эпизод конечно когда в падении Семенов поднимает мяч перебрасывает его на ту сторону а здесь ну Красильникова были же варианты там вся площадка была открыта по сути обычно он щелкает как орешки такие моменты тайм-аут Красильникова и Стояновского да вот не все получается Олег Антонов тренер факела тут такая маленькая команда когда каждый сам немножечко и тренер конечно со стороны видней порой но тут уж такой опыт накоплен самых напряженных и классных матчей что досконально разбираются в ситуации оба участника дуэта но впрочем ничего в этой партии еще не решено и ужасного для победителей чемпионата России прошлого года не случилось всего-то 8-7 браво вот что значит классный великолепный спортсмен после досадной довольно-таки ошибки несвойственно ему он в сложнейшей ситуации принимает единственно верное решение которое ведет к успеху нет здесь не успеть и самому Стояновскому не удалось повторить свой же трюк и Красильников не поспел к мячу но в данном случае молодец Илья Лешуков кстати очень на высоком уровне финал проводит блок аут то есть и вполне мощи хватает у Вячеслава для того чтобы решать эпизоды подобным образом с мясом буквально этот мяч от блока улетел бог знает куда мяч в ауте рассчитывал Семенов найти руку Стояновского ну или по крайней мере в площадку попасть и в общем был к этому близок интересное решение Стояновского а это аут а это аут изменила удача Лешукова и плюс два концентрация сумасшедшая сейчас у Стояновского и Красивникова ну темы отличаются выдающиеся спортсмены тем что в самой сложной ситуации умеют проявить лучшее качество от просто великолепных или просто хороших соперников успевает Красильников и Стояновский понимает что другого выхода у него нет и Красильников только что поднял сложнейший мяч поэтому участвовать в розыгрыше не может он выбирает вот такой вариант технический тайм-аут и некоторые уже вырисовавшееся преимущество Красильникова и Стояновского но они просто перестали совершать ошибки более того делают сверх того что могут их соперники в данный отрезок но если есть еще какие-то резервы у Лешакова и Семенова то самое время их выкладывать на стол потому что начинает уже ловить уверенность Красильников и Стояновский а в прошлом тайм-ауте если вы обратили внимание на выражение лица Красильникова уверенность это была так скажем под спудом какое отрешенное у него было выражение сейчас именно сейчас нужно начинать уже погоню хотя там преимущество небольшое микроскопическое на буквально на одну ошибку плюс 3 да но это та же история фактически с приема атаковал Лешуков и соперники были к этому не готовы или готовы но не в полной мере блока не было и сзади только один игрок но рассчитывали все-таки на передачу мяч в ауте там был вопрос только в том коснулся ли мяч рук Константина Семенова нет не коснулся Семенов проблемы создает и проблемы немалые Красильникова в атаке по-моему Красильников там на уровне интуиции уже решает эпизод или может быть успевает увидеть движение корпуса минимальное Лешукова который должен подбирать все эти скидки и вроде бы переложил корпус влево Лешуков а мяч пошел право и ты дальше все а вот здесь аут тоже ошибается Семенов в атаке все время варьирует того кто будет атаковать Красильников и Стояновский и в Лешукова подают и в Семенова ну не дают расслабиться Семенова предстоит атаковать не будет полноценного нападения и хороший шанс у Красильникова сейчас и обыгрывает обыгрывает он Семенова а Лешуков не успевает на подстраховку плюс четыре уже в пользу Стояновского и Красильникова и началось все с блока оригинальное очень необычное решение возникло у Ильи Лешукова непосредственно в Стояновского ударил и Олег успел только руки поднять от которых мяч вылетел вау подарок с подачей от Константина Семенова соперника пока кстати ощутимо преимущество на подаче ни у тех ни у других нет по ощущению статистика подскажет Семенов забивает не отловил удар Олег Стояновский попав все-таки Семеновский я честно я взял паузу мне показалось что мяч за пределы площадки вылетел смотрите как грамотно сыграл Красильников он понимает что может ошибиться от блока отыгрался и дополнительный шанс своей команде предоставил ну тут конечно Стояновский сделал все что можно и был шанс оставить мяч в игре очередной кстати блистательный сейф на задней линии Вячеслава Красильникова Лешуков близок был к тому чтобы сравняться в этом с Вячеславом но тут уж если ты бьешь в ту зону которую закрывается игрок команды соперника наверное нужно это делать с максимальной силой и вот этого принципа сейчас Красильников и придерживался браво просто браво самый уголок давайте посмотрим Красильников доставал в принципе этот мяч да наверное нет это просто элемент ультра-си Стояновский в кое-то веки получил возможность наконец-таки приложиться к мячу в атаке возникают такие ситуации для него достаточно редко отсюда и такие эмоции 19-15 два очка до золота Лешаков прошивает блок Олега Стояновского 19-16 интересно где он там попал между разведенных рук очевидно не по высоте тут вряд ли со Стояновским можно соперничать скидка Красильникова не успевает забуксовал Лешуков может быть на паркете бы успел и матч полы 4 о новоуренгойского факела который сегодня представляют Вячеслав Красильников и Олег Стояновский подает Красильников Семенова тот принимает не очень удачно да и заканчивает блестящим не очень сильным кстати ударом Олег Стояновский 21-16 ну что если резумировать то в каждой из партий были основательнее Олег Стояновский и Вячеслав Красильников и сыграли они немножко класснее чем их сегодняшние соперники которые впрочем тоже были хороши и особо хочу конечно отметить Илью Лешукова который провел отличный матч был можно сказать сильным звеном своей команды хотя и Семенов показал высочайший уровень но наверное наверное сказать что пляжный волейбол один из тех видов спорта в которых внутренние чемпионаты превращаются в соперничество мирового уровня таких видов у нас не очень много извечные художественная гимнастика синхронное плавание все виды единоборств спасибо болельщики кто болел с экранов своих телевизоров компьютеров смартфонов всем спасибо это ваши тоже победа я надеюсь что вы тоже болели с экранов своих смартфонов и компьютеров за может быть кстати говоря вовсе не за Красильникова и Стояновского а за Семенова с Лешуковым напротив но вот этот финал четырех выдался весьма интересным но заметьте что только лишь в одном случае в матче за третье место дуэтом пришлось играть дополнительную третью партию а в остальном двумя делах и ограничилось и вот как это было да во втором сете была пара розыгрышей совершенно фантасмагорических один из нечастных ударов Олега Стояновского эмоции Ильи Лешукова И по-моему вот это был завершающий чемпионский золотой удар второй год подряд Олег Стояновский и Вячеслав Красильников становятся чемпионами России я напомню что оба дуэта и Красильников и со Стояновским и Лешуков с Семеновым входят в топ-10 мирового рейтинга и уже обеспечили себе право участия в Олимпийских играх и они бы приняли участие в Олимпийских играх если бы их не перенесли на год но теперь придется отложить этот момент с победой но для вас она становится уже регулярной но тем не менее уровень игры для зрителей был просто фантастический довольны ли вы тем что сумели показать на корте думаю с учетом того что как вы сказали уровень игры был фантастический нам удалось выиграть 2-0 и с достаточным запасом я думаю мы можем быть довольны этой игрой и конечно результатом на сегодняшний день конечно мы довольны игра получилась шикарная хорошие красивые моменты для зрителей но это волейбол мяч круглый сегодня мы победили завтра ребята победят все-таки они вторая пара сборной и конкурентно способная для боя даже с любым соперником кубок россии входят ли ваши планы едете ли вы сейчас в анапу или сразу пытаетесь пробраться на чемпионат европы думаю да мы едем сейчас в анапу на кубок но возможно что-то изменится если пришли какие-то дополнительные инструкции по поводу чемпионата европы и нужно будет закончить раньше будем решать их и пока что едем на кубок вот опять же оцените свой уровень готовности к чемпионату европы я вчера тоже задавал вопрос я честно готовность не могу сказать за это отвечает наш тренерский штаб спасибо ему за работу но я думаю на 8 пока все-таки мы по 10-балльной шкале мы на восьмерочку готовы потому что все-таки мы немного под небольшой нагрузкой сейчас здесь играем так как вся подготовка идет к чемпионату европы ну и публика пусть она не аншлаг нельзя сейчас пустить всех зрителей всех кто хотел там очень много зрителей остались за забором как они помогали ли вам играть сегодня да я слышал кто-то даже деньги предлагал чтобы зайти но принципиальные охранники отказывались вот но конечно наши зрители помогли создать атмосферу пляжного праздника какую мы видим на крупных на крупнейших турнирах мирового уровня и мы очень рады играть при таких болельщиков спасибо большое зрителям это очень круто снова почувствовать вот эти эмоции на площадке заряд энергии от них и хочу сказать спасибо моей семье моей жене ребенку а это моя самая главная поддержка в жизни эти все победы для них спасибо большое за такой красивый волейбол настоящее шоу которое нам подарили спасибо ну мне остается только присоединиться к поздравлениям и к словам благодарности мы с вами еще увидим церемонию награждения которая последует прямо сейчас ну а что касается публики то есть одно соображение которое уже высказал наш олимпийский чемпион выдающийся Сергей Тетюхин что наверное пляжный волейбол один из первых видов который вернулся после пандемии а вот в семье волейбола конечно это единственный пока вид где происходит соревнования столь высокого уровня поэтому и эмоции такие поэтому и аншлаг все приехали все хотят наблюдать любимую игру воочию или просто следить как мы с вами через экраны как сказал Олег Стояновский своих смартфонов компьютеров телефонов и прочее прочее ну давайте послушаем умеют болеть думаю сегодня получился волейбол очень хорошего уровня и мы рады были показать его для вас и доставить вам удовольствие сегодня друзья чемпионы России Вячеслав Красильников Олег Стояновский ну а теперь наша традиция слав помогай да расписываемся и бросаем куда-то на трибуну куда роскошный подарок сейчас ожидают собравшихся или кого-то из собравшихся потому что естественно кусочки этот мячик не порвешь чемпионские автографы Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова ну я думаю что вот эти вот золотые ручищи как раз и отправят сейчас мяч на трибуны там зашварнуть на верхний ряд и пожалуйста ахахаха уронил вроде бы поймал сначала но уронил явно мужчина пляжным волейболом не занимался и да и кому-то из ребят юных детей достался этот мяч молодец браво поймано нельзя считать не упавшим до определенного момента да явно нас болельщик не был вратарем но я думаю сейчас может быть еще один мяч ему дадут этому счастливому несчастному человеку дорогие друзья уважаемые болельщики вообще прекрасная идея проводить подобного рода соревнования в курортных местечках особенно но пусть не в высокий сезон хотя в данном случае я думаю что из-за пандемии он каким-то образом сдвинулся ну а вот украшения сегодняшних соревнований мы начинаем церемонию награждения по итогам пари-матч чемпионата России ну здесь сложно понять насколько велико украшение потому что все меры предосторожности соблюдаются на церемонию итак церемония награждения призеров и победителей пари-матч финала чемпионата России по пляжному волейболу ваши аплодисменты это судьи линейные судьи секретари корт-персонал они работали для вас наградите их аплодисментами для начала доля аплодисментов достается арбитрам которые обслуживали эти напряженные матчи и действительно готов присоединиться к мнению двукратных теперь уже подряд чемпионов России что уровень финала оказался запредельно высоким круг почета арбитры совершают они сегодня тоже победили дамы и господа мы приветствуем на центральном корте наших почетных гостей которые будут участвовать в торжественной церемонии награждения разумеется попрошу вновь ваших аплодисментов вице-президент всероссийской федерации волейбола Андрей Горбенко Андрей Горбенко вице-президент главы главы города Сочи главы города Сочи всероссийской федерации волейбола Владимир Морозов представляющий администрацию города Сочи Сергей Белосярк Сергей инициативы Марат Владиславлев Марат Владиславлев присоединяется директор турнира компании ну и Светлана Рубцова разбавит мужскую компанию федерации волейбола Краснодарского края Егор Юрьев Егор Юрьев представляющий федерацию волейбола Краснодарского края тоже будет не лишним в этой компании третье место и бронзовые медали чемпионата России по пляжному волейболу завоевали Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов волейбольный клуб Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов Бронзовые медали, трофеи, чеки, корзины от гостеприимного отеля «Спорт Ин» И, конечно же, цветы вручают Сергей Фелосян и Егор Юрьев Сергей Фелосян и Егор Юрьев участвуют в церемонии награждения бронзовых призеров Финала чемпионата России по пляжному волейболу Дары Кубани, цветы, ну и довольно солидный чек на довольно солидную сумму Еще раз ваши аплодисменты бронзовые призеры чемпионата страны Дмитрий Веретюк, Алексей Архипов, волейбольный клуб «Обнин» Подмосковный фляжный волейбол представляют Веретюк с Архиповым Дорогие господа, второе место и серебряные медали чемпионата России сезона 2020 завоевали Илья Лешуков и Константин Семенов Волейбольный клуб «Обнин» Серебро чемпионата России финального турнира Илья Лешуков, Константин Семенов Веретюк с Архиповым вручают Владимир Морозов и Светлана Рубцова Под овации собравшие Кстати говоря, никто и не покинул, собственно Пока трибуны Все хотят и в церемонии Понаблюдать за церемониями Потребятся в этой корзине Ну, впрочем, в той же формуле 1 Подобными напитками друг друга поливают на подиуме Ну и наконец, действующие чемпионы мира Действующие чемпионы России Вячеслав Красильников, Олег Стояновский Дамы и господа, уважаемые болельщики Победителями чемпионата России по пляжному волейболу сезона 2020 года Обладателями золотых медалей турнира стали Вячеслав Красильников, Олег Стояновский Волейбольный клуб «Пакел» город Новый Уренгой «Пакел» Новый Уренгой Сумели все-таки обойти многочисленные Подмосковья Представленные разными городами И разными клубами Ну и здесь, конечно, уже из рук В частности, Сергея Тетюхина Получат, ребята, медали Это ли не честь, это ли не радость Для каждого, кто хоть раз держал в руках Волейбольный мяч Ну а мы с вами, друзья, разумеется, ждем от парней продолжения Вот этой вот золотой летописи Не только на российском, но и на международном песочке А почему бы не замокнуться на Вильяма нашего на Олимпийские игры? Насколько я помню, пока никто из российских спортсменов не выигрывал Олимпийские игры в этой дисциплине Дорогие друзья, чемпионы России, Вячеслав Красильников, Олег Саиновский, ваши аплодисменты! Присоединяемся к аплодисментам Друзья, сейчас официальное фото команд призеров, пожалуйста Ну и официальное торжественное фото, ради которого придется пренебречь мерами предосторожности Потому что хотелось видеть все эти радостные открытые лица Все они молодцы, все эти шесть парней, разумеется, их наставники Ну и разумеется, такое фото в домашнем архиве А может быть где-нибудь и на стенке собственной гостиной иметь одно удовольствие Ну, поскольку всех участников финала обследовали медики перед началом То, думаю, что особой опасности нет Ну и ба! Для финального кадра эмоции пригодятся Попрошу вас встать В честь победителей и призеров чемпионата России по пляжному волейболу сезона 2020 года Звучит государственный гимн Российской Федерации 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 Ну а теперь достойный финальный аккорд Закончен чемпионат России по пляжному волейболу Определены победители и призеры Ну и звучит та самая песня, которая сопровождает победы спортсменов Продолжение следует... Продолжение следует... И до встречи на пляжном волейболе, как и других видах спорта. Удачи!